МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжают новости Дагестан в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. 13 погибших, 44 получили травмы различной степени тяжести. Такова неутешительная статистика дорожно-транспортных происшествий за прошедшую неделю. Границы в рамках закона. Специалисты управления и градостроительства мэрии Махачкалы продолжают работы по сносу незаконно возведенных построек и ограждений. Средства передвижения становятся роскошью. Почему новые авто могут себе позволить не все дагестанцы, расскажем в выпуске. Реакция и скорость. В Каспийске прошел открытый региональный турнир по настольному теннису на призы муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди. Количество жертв в ДТП растет. Очередная страшная трагедия произошла в Комптор-Калинском районе республики. 37-летний автомобилист совершил наезд на пешеходов. В результате аварии 48-летняя женщина и ее 13-летняя дочь скончались на месте. Всего за прошедшую неделю было зарегистрировано 28 аварий, унесших в жизни 13 человек. Еще 44 получили различные травмы. Границы в рамках закона. Специалисты управления и градостроительства мэрии Махачкалы продолжают работы по сносу незаконно возведенных построек и ограждений. На этот раз инспекция посетила улицы Тюленина и Священные, по которым поступали жалобы в телеграм-канал исполняющего обязанности главы города Резвана Газимагамедова. В результате осмотра объектов были выявлены нарушения и составлены материалы, которые направлены в комиссию по организации сносов строения согласно градостроительному кодексу. После многочисленных обращений жителей города в комментариях к постам в телеграм-канале главы города Махачкалы по факту возведения капитальных ограждений, захватом общественной территории, специалистами управления архитектурой и градостроительства города Махачкалы, составлены акты осмотра и соответствующие материалы, вынесенные на комиссию по рассмотрению вопросов об организации сносов строений согласно статье 222 Городостроительного кодекса. На основании решения комиссии сегодня осуществляется работа по демонтажу строений по улице Тюленина и Священная. Благоустройство дворовых территорий продолжается. В минувшие выходные прошло открытие двух новых площадок на проспекте Акуршинского, по 84 и 84А и улице Хуршилова, 16-16Б. Мероприятие посетил исполняющий обязанности главы Махачкалы Резван Газимагомедов. Он побеседовал с жильцами близлежащих домов, от которых прозвучал ряд пожеланий. Напомним, что благодаря реализации федеральной программы формирования комфортной городской среды в Махачкале в этом году благоустроено 23 дворовые территории и 7 общественных пространств. Дорогие жители этого микрорайона, дорогие земляки, дорогие дети, принимайте подарок, который вам федеральная программа «Комфортная доступная среда». Это большой день, который выделяется федеральной программой. Город участвует в этой программе. И надеюсь, что такие благоустроенные дома, дворы у нас будут много еще. В этом году у нас 23 таких дворовых территории, 7 территорий общественного досуга, это скверы, парки и так далее. То есть хорошая программа в этом году сделана, будет продолжена и в следующем. Желаю всем вам, чтобы в домах было уют, тепло, чтобы во дворе дети игрались. Спортивная площадка здесь, чтобы была еще, я посмотрел, немного здесь тренажеров. Алло, посмотрите, еще пару для спортивных занятий для детей, что дополнительно обязательно надо сделать. Вот качели просят, обязательно еще одни качели. Еще раз поздравляю, желаю вам, чтобы на благо наших горожан, здоровья наших детей были такие благоустроенные дворы. И от вас многое зависит. Ждем от вас обратной связи, ваши пожелания, всегда будем прислушиваться. Счастья, здоровья и мир на небо нам всем. Поздравляю еще раз. Важные уроки с юных лет. Так, сотрудники Газпром, Межрегион, Газ, Махачкала в очередной раз провели уроки по программе «Мы за безопасный газ» для школьников и студентов. Подробнее об этом Карим Гамаев. Учение свет, даже когда речь идет о газе. Сотрудники компании Газпром, Межрегион, Газ, Махачкала проводят обучающие уроки в различных уголках республики. Доходаевский район стал очередной точкой, в которой газовики провели занятия для учащихся среднеобщеобразовательной школы села Колкни. Школьникам показали увлекательный и полезный мультфильм о бытовом газе и правилах его пользования. Проводилась познавательная викторина, в которой принял участие каждый ученик. После чего им были вручены дипломы агента домашней безопасности. На сегодня, что вы, представители Газпрома, приехали к нам издалека и показали такой интересный мастер-класс. И получился очень интересный диалог с детьми. Задавали хорошие вопросы, отвечали, показали интересные мультфильмы. То, что доступно детям в их интересах, то, что им можно было запомнить. И, конечно же, в конце очень хорошо получилось то, что вы обрадовали их дипломами. Очень приятно. Спасибо вам еще раз. И приезжайте почаще. Это очень полезная информация, особенно для нашего центра. Подобные уроки проводятся уже с 2013 года. И такими дипломами может похвастать 20 тысяч юных жителей республики. Следующее по плану занятие прошло в автодорожном колледже города Махачкалы. Там урок проходил уже в более углубленной форме, где студентам приводились и примеры печальных последствий в случае нарушения правил безопасности. Среди учащихся оказался и студент первого курса Магомед Расулов Махач, который еще с 2013 года является агентом домашней безопасности с солидным стажем. Диплом он получил еще будучи в первом классе. Моему мнению я считаю, что данные мероприятия должны происходить в каждой школе, чтобы каждый ученик, каждый учитель знал, что делать в той или иной ситуации. Например, если утечка газа происходит, или чтобы неправильно ставили газовую оборудование в ванной, потому что это может привести к печальным последствиям. Первый мой урок прошел в первом классе, и я считаю, что это все должно происходить с малых лет, чтобы ребенок усваивал все для себя. Конечно, лучше было бы, если можно было, как-то повторить этот урок, чтобы уж точно запомнить это все. Предупрежден, значит вооружен. Именно этим известным правилом пользуются газовики, последовательно проводя пропаганду среди школьников и студентов. Специалисты уверены, что таким образом можно минимизировать печальные последствия нарушения правил безопасности при использовании газового оборудования. Сегодня мы с нашими коллегами посетили автодорожный колледж, посетили его с целью доведения до уже подрастающего поколения, можно сказать, уже осознанных ребят, правила безопасности и правила поведения себя с природным газом, о том, какие проблемы могут возникать с газовым оборудованием, каким последствиям это может привести. Говорили даже о таких банальных вещах, что нельзя пользоваться средствами возгорания для проверки утечки газа. Говорили вроде бы о каких-то банальных вещах тоже в том числе, но это мы говорим для того, чтобы довести до автоматизма, так сказать, рефлексы всех людей при возникновении какой-то экстренной ситуации. Потому что, как я уже и говорил нашим ребятам, что при возникновении таких ситуаций многие из нас могут растеряться. Если эту информацию мы постоянно будем до них доводить, то она уже отложится где-то на подсознательном уровне, и они будут знать, как себя вести в той или иной такой опасной ситуации, дабы ситуация не дошла до каких-то трагических последствий. Карим Гамаев, Нурмагомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Лишь 4% семей в Дагестане могут позволить себе новую машину. Об этом сообщает канал «Экономика Дагестана». Выяснилось, что это один из самых низких показателей в стране. Ниже только в Кабардино-Балкарии, Чечне, Ингушетии. Рейтинг регионов высчитывался по следующим показателям. Сколько семей смогут приобрести новый автомобиль за 900 тысяч рублей в кредит и оплачивать текущие расходы, связанные с ее эксплуатацией. Первое место среди всех субъектов России занимает Ямало-Ненецкий округ. Здесь такую возможность имеет почти 57% семей. После Ямала идут Чукотка – более 48% и Магаданская область – чуть больше 44%. С 1 января непозволительной роскошью для многих станет не только автомобиль, но и его обслуживание, так как техосмотр легковых машин подорожает в среднем на 57%. Региональные власти должны утвердить обновленные тарифы до 20 декабря. Во многих субъектах цена поднялась до 913 рублей. В отдельных регионах техосмотр подорожал в два, а то и в три раза. Все решает не сила, а скорость. В Каспийске прошел открытый региональный турнир по настольному теннису на призы муфтия Дагестана Шейха Ахмада Афанди. В захватывающей борьбе сошлись 370 игроков из разных уголков республики и субъектов СКФО. Кому достался главный приз, узнаем в материале наших корреспондентов. Слово Курбану Рагимову. Четкость движений, скорость и реакция. Захватывающая борьба идет на каждом из 24 столов. А без такого количества площадок обойтись было нельзя. Участников оказалось много. Во дворце спорта имени Али Алиева собралось 370 мастеров малой ракетки. Турнир на призы муфтия Дагестана проводят во второй раз. В прошлом году проводили турнир в автодорожном колледже. И поскольку колледж был уже, зал был заполнен, участникам было мало места, приходилось ждать. Решено было здесь оргкомитетам поставить побольше столов, чтобы ребятам не приходилось ждать и чтобы они быстро могли играть все. Мы видим, как настольный теннис ежедневно развивается. И в республике Дагестан наша республика тоже является не исключением. Видим, раз соседних республик ребята хотят сюда приехать, поучаствовать, Соответственно, значит и во всей нашей стране потихоньку идет большое развитие этого тенниса. Это влияет очень сильно на наше сплочение соседних республик тоже. Раз они сюда приезжают, это объединяет ребята знакомятся, друг друга узнают получше. Что в последующем тоже будет причиной для нашего хорошего объединения. В ловкости и быстроте реакции соревновались не только спортсмены из разных уголков республики. Приехали гости из субъектов СКФО. Опытным игрокам есть с чем сравнить уровень турнира в Дагестане. Если посмотреть, какой турнир вы здесь создали, это просто нереальная популяризация настольного тенниса, я так скажу, для страны даже. Не для республики, даже Дагестан. Это просто нереально. 24 стола, такой большой зал. Организаторы постарались. За что огромное спасибо мы такие профессионалы, которые бывшие профессионалы, которые любят свой спорт. Мы болеем за таких людей, которые принимают активное участие в популяризации настольного тенниса именно в России. Организация идеальная. Это просто, я не знаю, вот такие соревнования на таком уровне сделали. Это молодцы, короче. Я думаю, все будут благодарны организаторам и всем тем, кто здесь. И здесь очень гостеприимные люди, доброжелательные, дружеские такие. Это самое главное, короче. Участников разделили на 64 подгруппы. По двое лучших прошли в стадию плей-офф. Игры на выбывание были не только красивыми и азартными, но и по накалу не уступали соревнованиям всероссийского уровня. На кону солидные денежные премии. Турниры с такими призовыми в республике прежде не проводились. Очень серьезнейший уровень. Так как я обслуживаю Кубки России, чемпионаты России, по всей России мы выезжаем. Но такого и на таком количестве столов, такое количество участников редко где бывает. Даже на чемпионатах России, на Кубках России денежных призов таких не бывает. Поэтому здесь солидные денежные призы, солидные серьезные кубки. Мотивация для спортсменов огромнейшая. Для нас это как воздух сегодня, для наших теннисистов. Очень много тренируются ребята, соревнований мало. И это еще огромнейший плюс. Министерство спорта, Муфтият, огромнейшее спасибо за такой турнир. Что именно приоритетным видом спорта выбрали настольный теннис. Для нас это очень важно. Настольный теннис – доступный вид спорта. Ракетки взяли не только мастера, но и любители. Самому младшему участнику было 9 лет, а старшему – 79. Я сыграл 4 игры, 3 выиграл, 1 проиграл. Соперники неплохие, но надо стараться, чтобы быть всегда первым и становиться лучшим. Турнир призван поднять настольный теннис в республике на качественно новый уровень. Об этом говорили на церемонии открытия. Участников и гостей приветствовали представители Муфтията, Минспорта, Городского собрания депутатов Махачкалы и Региональной федерации настольного тенниса. После перед зрителями выступили ансамбль «Молодость Дагестана» с композицией «Ахульго», а также свои трюки показал силач Амар Ханапиев. Высокая степень мастерства, характер и умение справляться с эмоциями лучше других. В этот день себя проявили махачкалинец Магомед Ахмедханов и Ислан Чигадуев из Нальчика. Борьба за золото и чек в размере 120 тысяч рублей выдалась упорной. Игроки давно знакомы с тактикой друг друга. В финал играли до трех побед из пяти партий. Здесь более точным оказался 17-летний хозяин площадки. В финале самая такая была в Ислане Единой. С пяти партий играли. Два-два, пятую партию выиграл, альхамдуллах. Сегодня хорошую игру показал. И поддержку болельщиков, конечно, чувствовал. Супреки родные стены помогают? Да, да, конечно, помогают. Но еще раз скажем, тренера рядом не было, и было очень тяжело. Мы так как лидеры с Ахмедхановым, мы проходили до 1-8, до 1-4, мы прошли стабильно, как лидеры должны были это сделать. Ну и с 1-4 там уже так боролись, с нами боролись. Да, пришлось поплотеть, пришлось подвигаться. Ну и так, ну и в финале, естественно, два самых сильных лидера так и должно было случиться. Первый, а второй стоял. Третьим призером турнира стал Михаил Чембарцев из Ставропольского края. Все медалисты, а также спортсмены, занявшие с 4 по 6 места, получили денежные сертификаты. Турнир на призы Муфтия Дагестана планируют проводить ежегодно. Курбан Рагимов, Ислам Халиков, Алясхаб Магомедов, телеканал ННТ, Каспийск. Смотрите наши выпуски также на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Дзен. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин